значит смотрите из того что я нашел вот есть какой-то т.г. канал какой-то чел когда я сидел стримил были какие-то рофлы связанные с нюцами тиками я не знаю как как угодно были такие ситуации эти рофлы они были на стриме я что-то не понимаю это кто этот чел сам похож на даню чтобы привлечь внимание или еще что-то мне такой скидывали девочки 15 лет не и я вместо того чтобы послать что так не надо делать я так что же ваши варианты что же он а я пока зарядку я осуждаю что вы пишете здесь радости какие-то реально я думаю то что это наверное норм из-за своей тупости неопытности вот в этой все это норм не норм все я продолжал я скажешь была глупой и чисто на ров и никто не захована сисек после пенис своих вас директах в этом и суть что это ну продолжение этих рофлов это значит то что мы не это устраивает наверное поэтому это все продолжалось и то что я ничего с этим не делал это большое мое упущение прям это прям ошибка жизни оффлайн ты имеешь ввиду то что ко мне приезжали когда ну когда все это происходило то что ждали меня у пятерочек была чериха которая пиздила всем про возраст то что есть не гулял была другая с которой виделся чтобы забрать подарки что что-то такое обвиняться и править оффлайн ситуации что нихуя не понимаю когда я начинал стримить аудитория была сразу до получается у меня прям сразу сразу в моменте появилась со стримов приходили люди там леры там да они там и так далее естественно я ну не особо понимал что с ними делать сосед аудитории да как так как коммуницировать там и так далее и произошла не очень приятная ситуация для меня да там и для людей рофлы вышли из-под контроля забей а я тебя видел чатин валили лоли дать и диди да я просто смотрю меня запушили дважды я смотрю о реакции не какая-то прям стабильный 18 плюс был на тот момент как я старался делать рофлы вышли из-под контроля но как будто бы я совсем этим там типа так чел я не понимаю что значит филу блять вова кучат у меня вопрос пчел как будто бы сидит и за то что как вам сказать в начале сидит и признает эту то типа косяк был в том что дел зачем-то с ними но то есть вместо того чтобы объяснить что так не надо делать и и я возможно до конца не досмотрел там будет что-то прикольное дальше ну и чё 2 вышли из-под контроля одной встреча это темная сторона в начале карьеры стриминга я по своей тупости не знал вообще что с этим делать абсолютно не знал по своей глупости по боязни потерять то что я имею онлайн так как аудитория была но младше 18 лет да естественно я попал не очень приятную ситуацию со все так со всеми этими рофлами со своей тупостью со всей вот этой вот неопытностью из-за того что много себе позволял я не знаю как это объяснить просто не понимаю были инциденты когда ну типа девочки скидывали а но это я понял то полноценно не отрек это там прям не пресек не сказал типа идите вы там очень и из-за своей тупости максимально бля я вот сейчас смотрю окей чел такой говорит ну вроде как бы что-то кается что и пиздел наверное я в свое время с несовершеннолетними общался но я и сам несовершеннолетний был типа и чё и тогда ко мне это не работает получается потом у меня произошел переломный момент когда мне стало интересно я такой малолетки вообще у них как будто они все одинаковые когда ребенок ириша это как будто вот ну и дети типа они прямо одинаково мыслят как будто и короче ну в один момент мне стало интересно наоборот смотреть на взрослых женщин когда самому стало 18 я из его чата все что у него знает это смотреть нет смысла просто сотрясание воздуха и поливания воды это возможно было связано с тем что я близко общался с людьми которые сидят на стримах да там типа актив какой-то актив постоянно сидит какой-то круг общения вырисовывается просто вне стрима да то что там активный человек части там в дрессе там сидим в тг там сидим и так далее это все просто усугубила моя ну лютая неопытность во все это абсолютно неопытность винара только я в этих белка драдонать говорит что типа это полная смотреть это смысла нет я тогда это запустили здесь типа ты можешь мне не донали или же я всю эту киньи сконтролировал в моменте и все это начало как-то ну типа прогрессировать момент когда я понял что это полный какой-то происходит я естественно типа сразу нахуй все отрек всю эту но из-за того что я долбоеб я это сделал не раньше естественно все же не так плохо ну как сказать я не дай я просто плачусь за свою тупость да я думаю что очень важно чтобы ну принимать свои ошибки да наверно сделаны это все потихоньку начинаете подниматься я решаю что все типа время пришло я здесь посидел подумал там очень много надо думал очень много как правильно сделать ничего более правильного решения чем запустить просто и рассказать вам все вот это я не ну не не нашел 14 лет на протяжении года и 14 лет кай на протяжении года и все так значит я такую максимально осуждаю и не поддерживаю но услышьте меня сейчас мне одному кажется что сейчас какие-то малолетки какие-то я недавно в тик токе короче попался на какую-то чувиху которая обвинила своего типа в том что он ей якобы жизнь сломал когда ей было 15 и начинает короче крепить пруфы того что типа она там ну приехала в лагерь какой-то и там вожатый было и она там прям говорит я в него влюбилась я ему писала каждый день я думаю короче я к тому что мне когда было 14 чуваки вы думаете я думал о каких-то встречах кто мне нравится да единственно что я делал это ждал обновление майнкрафта и в рот когда там тележку можно будет на железную дорогу поставить эти сейчас спят со взрослыми типами у и вот вы мне такую 14 скажите да никогда бы в жизни уши я бля и балан не может быть с какой-нибудь ровесницы я бы еще и попытался бы замутить типа да ну вот какой-нибудь взрослый взрослым дяди не я знал конечно у меня шишка не чесал извините меня или 15000 другом на эти 15000 другом короче да и вот эти вот и ну ты получается который с такими детьми нормально флексит типа это как бы безусловно не думайте что я сейчас оправдываю я это не оправдываю но это странно но я заметил то что сейчас дети как растут я не знаю они которые не в курсе всей ситуации он пытался насрать всем в уши но не вышло всю прду узнали уже после стрима миши больше настоящие инфы на стриме у леры в начале миша только одну десятую пытаясь себя этим задев фатио продаться там было много девочек 14 15 лет ему было двадцать один двадцать два он с ними и гулял и либо нет проблема чат просто пиздец проблема не в том что еще раз говорю я не одобряю и проблема в том что когда мы с вами росли ну то есть у нас с вами интернет был медленный опор на сайтах можно было узнать только из баннеров у вирусных которые вылезали блять 40 лет не миде поняли в чем прикол мальчики в 15 телефона блять вообще зайти куда-то в браузер нельзя было вы вспомните те кнопочные телефоны с их портом кублю тусом чтоб там что-то загрузила дай бог если и грузила что-то то это минут пять ты ждешь пока у тебя белый google загрузится а потом заходишь а у тебя денег на сим-карте уже ноль вот такой интернет был это в 15 мне друг рассказал я не знал что порно и секс это типа одно и тоже поняли я к этому говорю просто одно на камеру я думал это разные вещи и мне казалось это какой какая грязь я думаю мои родители так не делали они целовались и я появился клянусь так и думал вот будучи мелким ты хочешь быстрее совершеннолетия а когда тебе уже 20 ты хочешь наоборот молодеть но я вам говорю дети если тут такие есть а тут такие есть цените время которое у вас сейчас есть это беззаботное время когда типу никакой ответственности блять когда пукнул словами я тебя за это не будет понимаешь такую не занимались на типа вырух или мы насчет этой хуниров или там вот этого всего были и все это начало как-то набирать обороты а из-за того что это подконтрольном не типа изначально я не сконтролировал буду кидать нарезки то есть контролировал на китайский youtube ты не против на какой набили били если стал их из рамки да это стал их из рамки и моя вина в том что я ну не среагировал не остановил я долго еще в том что я вне стрима делал то же самое что там писали общались сидели там на какие-то темы там изделия день бы я какой-то жижу наваливает нет ощущения что-то что-то вроде рассказывает но них ничего не рассказал вот как это так я вот слушаю слушаю думаю да ты заебал ты можешь к сути уже прийти ты про что вообще я виноват в том что просто ну сблизился так скажем с аудиторией аудитория сейчас я виноват в том что сблизился с аудиторией опа будь здоров и поэтому я старался как-то ограничить большую ну убрать детей как бляда как будто только такие ему и светят вы его видели осуждать они уже 23 все смотрю тебя неправильно отреагировал там продолжил общение вот это вот это все это неправильно абсолютно неправильно надо было просто скинули все едино и нового поколения сам вроде пиздюк но мне энеррит сыграть в контур и смотреть видосики а мои мелкие знакомые у них отношения секса и т.д. конечно 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 да мы сейчас и стримлеры посмотрим и быть и ходи блять от ебись мы устроя глянем все посмотрим успокойся этом я думаю вот это будет кстати проек наверное что вы меня решили самая большая ошибка жизни пришел к тому что вот это вот это уже полный потому что здесь пострадал не только я я вам хочу сказать с переоценен хочется конечно но в целом переоценен выше согласны в принципе понятие как бы но это как будто бы это высшая степень награды за там какое-то но вы поняли оно не должно быть так и от этого ну как бы все вот так вот его вот туда воздвигли до хуй вообще тысячекратно я напишет нет смысле нет за партнер заебись то хуй да причем здесь это ты не слышишь это то понятно да это то факт я тебе в целом что он переоценен на меня порой пугает с такими словами просто очень мама в чат заходит такая да если хорошо и а я в детстве такую не вы не понимаете это мой проек это ничей-то другой проек не надо романтизировать не надо жалеть нет суть не в этом и не для этого запустил я запустил чтобы рассказать и все поставить на этом кресло короче я к тому что должен быть как вот сходить посрать поняли типа вот вот так же просто еще раз рассказывать все очень были ситуации всякие за я сидел там блин все крутятся вокруг поебушек это факт база 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 сексуалом заебись стримил греки-то рофлы я не знаю ни одного асексуала кстати в жизни это в интернете то пиздеть что угодно можно связанные с нюцами сиськами я не знаю как как угодно были такие ситуации эти рофлы они были на стриме чтобы привлечь внимание или еще что-то мне такой скидывали девы единственная что я взял это взрослой жизни это любовь к мятной жвачке и возможность пить алкоголь это тоже хуйня чтобы сказать что так не надо делать я общался должен брать лучше от взрослой жизни понимаешь это платить налог подскажите со всего что ты покупаешь где работаешь вот этот с ними я думал что это наверное норм из-за своей тупости пошел там очень много ты сдержан процентов 70 из этого выдуманных уюта чтобы затопить его еще сильнее слушая на ним ну хватит уже тут два лагеря просто поделились то что это создано молилась малолетними дебилами ну это просто обозначается вот так я у даже вот так то есть тут написано я вернулась в фандом все на этом можно в рот всех что там то что пишут понимаете потому что ну как бы ого опять какой-то фандом и опять какая-то и но не было же такого буквально три недели назад то да то есть ну что-то новое такого же не было никогда блять р не стоит пояснить свою сторону вернулась фандом дк двадцать втором году и через некоторое время познакомилась с мишей так как он мандр дании с евой который активно сидел у миш на стримах и в дс то время да ёпта здравствуйте меня по голосу мы все буквально сразу же начали дружить она была очень приветлива ко мне как новичку мы много проводили времени вместе компании четверых и в дс и в жизни постепенно у нас его в личной жизни начались разные проблемы мы перестали так плотно общаться как раньше но все еще были на связи у нас было хорошее отношение к друг другу блин смотрите какие сука башку покрути вот так вокруг людей много дружи с кем угодно и блять сука сосиски и соевый как они меня бесят вы клянусь вот опять такая же и дин у ёпта бля вот меня так бесит бля знаю друг друга неделю вот так плотно они общались целый месяц все друзья и в рот не разлей вода да иди ты ладно два года спустя за несколько недель до того как все вскрылось публично его рассказала мне всю историю в деталях мы поговорили в дс около 6 часов и раз 10 мне хотелось проблеваться от услышанного после это поэтому я я так хотела проблеваться что целых шесть часов я эту слушала бля ой я тоже когда блюю вот ну дальше жру говно вот не могу жрать говно ну вот шесть часов жру это говно дальше так вот с которым я общался два года все информации я думал что он умный человек который никогда не позволит себе всерьез обидеть человека уж тем более ребенка 14 лет при дружке общение с мишей мы общались лишь по работе не более какой работе ты там общалась с мишей что у вас там за работа модеры вы чё там по работе общаетесь бля собирались как-то два модера по работе пообщаться бро надо кажись сегодня какие-то ну панворды добавить слышишь отвил как этого надо забанить за эту реально он такой черт и так блять происходит как модеры блять общаются мне интересно вот по работе блять вообще да 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 окей ладно это все шутки шутками понятно я просто пытаюсь разобраться ситуации как бы очевидно что ситуация страшная если в целом но по большей степени вот это все так расписано вот ну его понять все вот эти телеграмы все вот эти вот создания пабликов от того что людям нужно внимание вот если пьян у кого поймал на пила я бы не расписывал вот такую я бы им у пруф 1 и сказал он пил на этом бы закончилась понимаете вот как бы я сделал все и никто бы не ничего не сказал я бы пруфанул ёптовая мать понимаете как бы здесь то может быть факт такой же есть да ну вот это вот вот мы там двадцать пятом году пукали сейчас тридцать шестой да всем у ёпта ты можешь рассказать кратце блять что произошло я какую-то скую воду читаю от себя тюно всем хуй все время металла стоит насчет его и отношение ко мне не поездил короче блять спасибо большое вода закончилась вот сейчас конкретика пошла наверное у поляр и мидлер не представляю твои чувства и чувства да не это такой как на вас это свалилось вы не виноваты ни в коем случае вы не могли знать мы правда не знали мы правда не знали не слышали но они вообще что-то говорят вы помните у меня и лес и какой был у меня был и лес на канале нахуй мне такие вова у тебя тут я такой чего быстро пруфы мне пруфы в эту же ночь я все прочитал я такой бля это какой-то запустил стрим обоссал снял его везде осудил и забанил на вот так надо было решать узнал ликвидирован все и кто ничего никто не разгонял понимаете вот и все то же самое кстати как и да не сделает и чё я не понимаю вы я блять стрим запускаю ты почему все ты видел сито и лам просто несут хуету они идут с этим в полицию если чел извинился это еще не значит что он такое больше не будет делать идиотизм конечно конечно бро конечно я полностью согласен где есть что можно безопасно распространить остальное да не девочек они за последствия которые будут и последствия ну а я теперь понял почему здесь видите один подписчик кстати каковых 1000 по 600 было да короче ладно если да не с этим разобрался к еще бы он не разобрался очевидно он разобрался красава нахуй все вопрос закрыт вот эти вонялки и я говорю никому не не желаю ни одному блогеру на этой планете не желаю чтобы вокруг его канала строился какой-то fd у это просто я не знаю просто сборище каких-то в маленьких реально конченных какие последствия я не знаю тут за донатил блять когда не мы пиздим лишь на то что вот эту информацию можно было донести без какого-то вот ну почему постоянно вот ну у меня просто такое есть ощущение что народу чё-то надо постоянно типа собрать там просмот всем блять поделиться вот инициатива и инициатора ну возьми и вот этого человека притащи например к типу вот к тебе в данном случае расскажи прям принимешь меры все нет надо посты какие-то написать рассказать о том как я там общалась не общалась я кому это интересно блять вот не вопрос свое мнение добавлять есть факт скажи такой-то такой-то в пруф вот все конец нет я вот сейчас глянул вот этот тг и который видимо уже снесли 25 их постов это мне очень напоминает кое-что ситуация говно и грязная вот эти вот кто-то там что-то рассказывает через пень колоды я вот этого никогда в жизни не пойму не понимаю что движет людьми которые сидят и выписывают за всех остальных блять я и вот это вот мне непонятно только не ебать начали вопросами и чтобы дальше ее и начали вопрос меня тоже много чего спрашивают про блогеров что блять не тебе рассказывать все осуждаю долбоеба забаньте только в этом косяк у меня с этого жопа сгорела исключительно ладно все полностью тогда снимаем ответственность чё раз заебали вопросами хуле нет я все равно этого не пойму изменить можете чего угодно говорить как сам сделал все чтобы сейчас это обсуждали я просто не видел но мне вот в этом и вопрос понял дань что типа в идеале ну как бы понять все я с тобой согласен понять все можно кстати на первом видосе где как бы чел вроде чё-то рассказывает а вроде какую-то жижу несет мне как бы у меня похожая ситуация была только у меня прям понял с пруфами у меня у меня по-другому было у меня не было вот такого рассказанного всего да то есть кто-то там кого-то вопросами заебали у меня не было такого у меня оказалось что у меня модератор прямо ну реально долбоеб и я говорю мне пришла инфа от другого типа модера типа ты в курсе что там нам типа пожаловались я беру эту хуйню читая у меня чел там 14-летний горит скинь ножки посмотреть и причем там такой флирт какой-то идет типа ножки там что какие-то пошлые эти стики отправляет поняли я я такой чё за хуйня я моментально его пизданул все на этом закончилось которые нихера работать не хотят а лишь пытаются захопиться на какой-то да проблема в том что можно как угодно оправдывать кого-то но я говорю я еще раз не пойму потому что у меня бы вот такая же ситуация была только она у меня прошла тем что мне все сообщили и я сам лично разобрался и не было вот этой вот там постов на тысячу блять просмотров вон это ж вон косарь глазков для чего это блять вопросами заебали ну иди скажи да не да не разберется забанит нулевой без разбора и сам расскажет сами берут на себя ответственность я на это сгорел не причем ссори да я не соглашусь я считаю причем в самой ситуации она не причем но она все рассказала типа хотя она не при делах ну то есть не не понимаю такую хуйню ссори не пойму потому что пример точно такой же когда я до отлета в китай точно такой же пример с викой тоже там откуда-то пруфы дернулась какой-то девочкой там пришла что-то тут рассказывает ну я я думаю вы понимаете да про что я говорю плюс я еще никого и не знаю блять здесь меня просто я когда в этом зашел в паблик который по винде там началось вот это знаете там еще помимо вот обвинений или там еще какая-то девочка там что-то горит я лет десять назад приехала к нему в гости а он за мной не поухаживал заставил тарелку мыть вот такую тону и бан я сижу слушаю я думаю вы понимаете вообще что я сейчас говорю тарелку помыть заставил ублюдок и вот это сидит информацию туда несет туда несет такой бля вот и и пол блять спинт потом послушал ее голосовой я смотрел в китае кстати лан пойдем устроить смотреть а вообще вот этого человека ну нужно бояться блять сразу говорю запомните каждого пилу блять вот такая вот вот такой вот чел в дверь позвонит все и гг никому ничего не говорил хотя все знал я не знаю насколько это было правильно сдать их отношения когда девочка и кого кто же хотели между собой разобраться тоже вопрос и я считаю тогда вот эта девчонка она получила вот сполна мою агрессию если честно она сыграла в одну одну из важных ролей между прочим так что в принципе я считаю хейт от меня от меня заслуженный будет уроком на будущее как бы и тут тут еще понимаете если бы она не светила это наверное никто бы и не узнал короче двоякая такая история если честно не знаю даже как лучше бы было бы поступить но я говорю лучше всего было бы поступить брать эту девочку идти к дк сразу все и Субтитры сделал DimaTorzok